Как всегда, традиционная конференция по понедельникам, кто-то написал долгожданное. Надеюсь, что вы все ждете этих встреч по понедельникам, потому что мы к ним готовимся. Готовимся всю неделю, и я, как всегда, начинаю с новостей по мессенджеру на андроиде. У нас 5 февраля прошел релиз, сделали возможность отменить отправку получения файла, пока идет загрузка, отображение имени, размера файла, отправка видео из галереи, отображение размера видео, отображение, когда юзер был последний раз, изменение интерфейса в чате. То есть на этой неделе будут работать инженеры с тем, чтобы на следующей неделе вышел новый релиз. То есть создание никнеймов, вправки по видеозвонкам и конференциям. То есть есть определенные баги, и пока видео, возможно, одностороннее, я думаю, что инженеры добьют этот вопрос, будет двустороннее видео. Исправление багов, обтекание текста вокруг времени, количество сообщений, количество непрочитанных сообщений на иконке джема будет только для тех устройств, которые это саппортят. Ну и баги, связанные с отправкой фото, горизонтальная, вертикальная отправка. То есть если во время отправки убить приложение. Вот это то, что будет сделано на этой неделе. И еще раз повторю, релиз по андроиду в начале следующей недели. Будьте добры, следующий слайд. Потому что новостей у нас сегодня, как всегда, очень-очень много. Они, я думаю, большинству понравятся. iOS-версия, следующий релиз 23.02. Исправление багов со звонками. Сообщение о звонке на 8-9 оси. То есть не всегда проходило, когда приложение было оси. Ну это так пишут наши инженеры, называется программа 8-9 iPhone. Когда приложение свернуто, и девайс залочен. Залочен, то есть он выключен. Исправить прерывание через 30 секунд после поднятия трубки. Иногда это срабатывало, но иногда не срабатывает. Корректное отображение аватарки и имени на всех системах. Видеозвонки для P2P чатов. Потому что, как всегда, у нас происходит дискриминация пользователей iOS. То есть для андроида все сделают, для iOS сделают чуть позже. Следующий момент. Интерфейс чата, включая расположение сообщений имен аватар, будет сделан по такой же концепции, как на андроиде. И убираются пуши, которые рассказывают о системных изменениях в чатах. Ну то есть кто-то что-то сделал и, соответственно, это отображается в чате. Я имею в виду администратор. Поэтому это тоже будет убрано. Так, значит, ближайшие планы веб и серверная часть веб-приложения. То есть хочу сразу сказать, что мы очень сильно стремимся к тому, чтобы веб-приложение догнало мобильные версии, чтобы с запуском звонков и видеозвонков большинство людей будет удобнее пользоваться. Те, кто привык к компьютерам. Поэтому сегодня выходит версия по вебу с P2P-звонками, то есть от персона к персоне с звонками в разработке. Готовится профайл пользователя, создание никнеймов и синхронизация звонков между мобильными клиентами и вебом. Ну и правка мелких багов. Серверная часть мессенджера – это очень важная вещь, связанная с архитектурой мессенджера, потому что изначально она прописывается на сервере. То есть релизы будут готовиться по мере, извините за тавтологию готовности, и мастер-бот уже готов. Работа, кстати, видел где-то в чате, Ирина Антоненко написала, что это за кофе-банк. Еще раз повторяю, то есть работа с Dukascopy плагином – это Dukascopy банк, швейцарский банк. То есть мы работаем над тем, чтобы внедрить внутрь мессенджера финансовый инструмент, с которым мы привыкли работать. То есть вместо CoinFeed теперь будет Dukascopy банк. Marketplace-бот на этой неделе заканчивается разработка. Совершается техническая часть по боту, Marketplace-боту, и мы, в принципе, готовы к запуску этого масштабного проекта. Нам нужно концептуально это еще оформить, чем мы сейчас и занимаемся с маркетологами, и консультируемся, потому что у нас сейчас все завязано на выход на ICO. Продолжается работа по подключению платежных систем, то есть Stripe и e-payments. Подключаем мессенджеры, делаем переделки по приглашению группы, чтобы можно было отклонять приглашение в паблик. То есть, чтобы насильно народ не тащили в паблики, потому что достаточно многие люди жалуются, что их насильно куда-то включать, потом им нужно выходить. Это то, что связано с разработкой нашего с вами мессенджера, и я думаю, что, как мы с вами и говорили, технически становится совершеннее, и в ближайшее какое-то уже, скажем так, осязаемое будущее. Мессенджер всегда нужно будет поддерживать, совершенствовать, но основные работы мы закончим. Значит, есть один вопрос, который волнует, наверное, всех людей, кто присутствует в конференции, это, скажем так, верификация людей на владение акциями. И вы знаете, что когда мы запустили компанию «Номальтифонд», PLC-фонд, то для того, чтобы оформить акции в собственность, необходимо было предоставить три документа. То есть два документа, как обычный, то есть паспорт и так называемый utility bill, ну и плюс еще профессиональная рекомендация. Это согласно четвертой ML-директиве. И не вдаваясь в подробности, да, я знаю, что всех волнует, не вдаваясь в подробности, хочу сказать, что до конца марта мы начнем вносить всех людей, которые предоставили два документа, оформлять список акционеров через компанию, то есть Gem4Mika Stadium Service. Это компания специально создана для того, чтобы забордить, то есть оформить владение акциями на всех акционеров. Помните, мы вам говорили, достаточно будет двух документов, то есть первый документ – это паспорт, а второй документ – это utility bill. Мы наконец-то получили подтверждение от наших юристов, что это возможно, и через эту компанию мы все это сделаем. При этом вы будете иметь возможность получать бумажное подтверждение, владение акциями, электронное подтверждение, то есть все-все-все, а то то же самое, что это было на Мальте. Поэтому не волнуйтесь, эту работу мы провели, пусть она немножко продолжала достаточно долго, но мы нашли такую форму и такую юрисдикцию, которая позволит нам до конца марта всех вас ввести по двум документам. Потому что мы прекрасно понимаем, что получение профессиональной рекомендации, хотя, кстати, порядка 60 человек, мы даже чуть больше уже это сделали, но это не пропадет, скажем так, эти документы будут использоваться для того, чтобы это осуществить. Есть еще одна новость, очень важный момент, связанный с финансами, с выводом денег, потому что вы знаете, что мы всегда стараемся выстроить многоступенчатую финансовую систему, связанную с тем, чтобы вы могли как можно быстрее выводить свои деньги. Поэтому на сегодняшний момент, вот меня просили пояснить это в конференции, то есть пояснить по поводу, рассылка была по e-payments, то есть насколько, с чем это связано, с тем, что мы e-payments подключаем внутрь мессенджера в виде бота, и то, что мы сейчас рекомендуем вам открыть карточки и счета в системе e-payments, почему, потому что мы сможем вам отправлять ваше вознаграждение в четырех видах криптовалют, то есть это биткоин, биткоин кэш, биткоин голд и в эфире. То есть вы это все прочитаете, то есть четыре криптовалюты, плюс вы сможете этой карточкой снимать деньги уже через ваши банкоматы и расплачиваться. То есть надо понимать, что и Visa, и MasterCard стараются, вот этот шлюз, который существует между криптовалютой и фиатными деньгами, они абсолютно недавно лишили лицензии, аккредитации компании WebCrest, это та компания, которую мы использовали карточки, то есть и OrangePay, и поэтому все эти вещи закрылись. Но мы нашли такой способ и выстроили так нашу финансовую логику, что вы теперь можете самостоятельно открыть в компании ePayments счета, они достаточно быстро это делают, там тоже нужно предоставить паспорт и два документа utility bill, но вы таким образом получите возможность быстро выводить свои деньги в биткоинах и, соответственно, их быстро обналичивать. То есть я думаю, что с этим все понятно. То есть, еще раз, вы открываете внутренний кошелек, вы имеете возможность заводить деньги с банковского счета, из банковской карты и использовать этот кошелек для получения четырех криптовалют. То есть вы можете выводить средства на свои счета, свои банковские карты, на карту ePayments, то есть это получается у вас такая козлук в систему. Еще раз, это необходимо для того, чтобы вы смогли быстро получать ваше вознаграждение в криптовалютах. То, к чему мы идем, то, что идет весь мир, и вы знаете, что у нас шлюз по выводу на биткоин-кошельки, но в том числе и на ePayments, он сейчас работает на полной мощности, вы можете этим пользоваться. Я в завершение хочу сказать, что мы работаем еще с двумя-тремя платежными системами, где вы сможете открывать карты, обычные карты, связанные с фиатными валютами. Просто это требует некоторого времени. Тем более мы еще ищем партнера, работающего в Сингапуре, потому что в Сингапуре дают возможность использовать различные платежные системы, не только Visa MasterCard, но и China Union Pay и японские платежные системы JBL, Japan JBL, по-моему, насколько мне помню. Эта информация касается граждан Канады и США. Нужно просто проверить, насколько ePayments открывает карты гражданам США и гражданам Канады. То есть мы это уточним, потому что мы только-только получили информацию и вас поставим в известность. То есть можно все посмотреть у них на сайте. Ну и еще одна информация, которая волнует всех очень сильно, это то, что связано с ICO. Мы подготовка в IPEP и других документов для ICO, то есть начиная с 15 марта, как мы с вами и говорили, и до 1 марта, вот в этот промежуток времени, мы начнем публиковать наши документы. То есть мы прорабатываем это с несколькими партнерами, потому что мы помимо ICO Box привлекли еще двух агентов по проведению ICO, плюс юристами, но хочу вам сказать, что это находится в завершающей стадии. Поэтому ждите. И, кстати, после меня коллеги будут выступать, они вам расскажут о наших промах, которые будут целиком полностью привязаны к публикации документов по выходу на ICO. Вот все, что я вам хотел сказать сегодня. Спасибо вам большое за внимание и передаю слово Александру Брониславовичу Крещеновскому. Всем удачи!